Находясь в состоянии опьянения, управляя технически исправным автомобилем «Тойота Надия». Эта авария произошла 14 января на перекрёстке улиц Кулагина и Калинина. Со скоростью 100 км в час пьяный водитель на «Тойоте» совершал рискованные манёвры и перестроения. В один из моментов он не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, врезавшись в автомобиль, в котором ехала семейная пара. Муж получил многочисленные переломы, жена перенесла разрыв лёгкого и удаление селезёнки. Мы не успели среагировать, какое-то белое пятно на лобовое столкновение. Получается, я считаю себя неполноценным человеком, у меня удалили орган. Я физически ограничена общением с ребёнком, то есть воспитание ребёнка. Он изменил полностью нашу жизнь, нарушил, отнял здоровье. Каких-то искренних сожалений, раскалений не было, то ощущение, что он сбил собаку на дороге. Надежда и её супруг до сих пор не могут отойти от шока. Говорят, выжили – чудо. Сработали подушки безопасности. А вот обвиняемый, по их словам, коротко извинился на одном из заседаний по настоянию своей жены. Он и его защитник пытались выступить и против съёмки нашего телеканала в зале суда. Подсудимый заявил, что не хочет, чтобы его показывали по телевизору. Но судья работать оператору всё же разрешила. Он также пояснил, что да, он выпил 100, может быть, больше грамм водки, после чего сел за руль автомобиля и направился в сторону дома. Я даже не знаю, как выразить наглость, возможно, человека, который сел пьяный за руль, сознавая, при этом всё это совершил и так легко об этом сегодня говорил. Несмотря на внушительные штрафы и уголовную ответственность за езды в алкогольном пьянении, водители продолжают садиться за руль под градусом. И это уже не первый случай в Барнауле. Осенью прошлого года жертвами пьяного лихача на БМВ стали женщина и две девочки, в машину которых врезался нетрезвый Александр Руденко. Министр спорта Алексей Перфилев на этом суде не случайно. В обеих авариях пострадали и погибли близкие ему люди. Авария коснулась моих коллег. Перед этим моя семья тоже перенесла подобные аварии. У нас почему-то сторона виновная. Зачастую пользуется какими-то льготными условиями. Что по предыдущему суду, как бы, три жизни ушло, двух ребятишек маленьких, как бы, мамы, да, человека практически оправдали, отправляют на поселок. Пострадавшие в ДТП требуют наказания по всей строгости закона. Заседание суда, на котором вынесут вердикт виновнику, состоится 23 мая. Дорина Миллер, Александр Захаров, Николай Шилко. День с толком.